Валерий Александрович Мордовин, наш проректор, который стоял на дежурстве, направлял сюда в 7 часов, ушел со своей боевой вахты. Поэтому давайте начинать. Дорогие товарищи, я представлюсь Голпой Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. У нас третье занятие по циклу занятий годового первого отделения. Но я напомню, что мы здесь изучаем марксизм, ленинизм. А он состоит, как известно, из трех составных частей. Или, если быть точными, с трех моментов. Диалитический материализм, политическая экономия и научный социализм. Мы с вами будем изучать или рассматривать вопросы политической экономии. Два занятия в этом семестре, и два занятия в следующем семестре. То есть у нас будет лекция сегодня, и затем на втором часу мы будем обсуждать вопросы, возможно, дискутировать. И следующее занятие семинар. То же самое будет в феврале месяце. И стоят четыре занятия. За эти четыре занятия мы должны как-то успеть рассмотреть, обсудить, может поспорить наиболее острые проблемы, связанные с экономикой. Ну, я могу сказать, основное произведение марксизма это «Капитал Маркса», вы, наверное, знаете. У тебя принес с собой один том, чтобы выглядеть таким образом. А всего их три тома. Первый том, второй и две книги третьего. Вот это первая книга, первая часть третьего тома. Потому что мы с Маратом Сергеевичем Мудовиченко из Академии Смыслов Лоббио взялись за работу, обсудить капитал Маркса. Идем мы таким путем. На одном занятии рассматриваем, обсуждаем одну главу. А глав там порядка ста плюс-минус. Соответственно, вот столько будет занятий. А наша задача за четыре занятия как-то основные или наиболее злободненные вопросы рассматривать. Я к чему это говорю? Потому что после окончания первого отделения вы становитесь слушателями второго отделения и начинаете самостоятельно изучать марксизм-ленизм. Яснополагающее произведение. Прежде всего, науку логики Гегеля, затем капитал Маркса, произведение Ленина и современных ученых-марксистов. Вот такие дела. Такое небольшое вводное замечание. Итак, политическая экономия. Если хотите, не хотите, мы будем вынуждены останавливаться на основных понятиях и каких-то основных переходах категорий. Возможно, это будет сухо и скучно. Я постараюсь в каких-то частях это скрашивать примерами, давать наиболее максимально популярно, но все равно здесь никуда не деться. Итак, политическая экономия. Что изучает? Предмет политической экономии – это производственные отношения. То есть те отношения, которые возникают в процессе производства между людьми. Ну а производство – это, вы, наверное, уже знаете, процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Что такое общественная форма? А это и есть система общественных производственных отношений. Вот о чем идет речь. То есть здесь ограничение какое? В процессе производства есть технологические отношения и прочее, они нас не касаются. Но политическая экономия рассматривает вот именно производственные отношения. И вообще история человечества знает пять способов производства. Соответственно, пять систем производственных отношений. Три из них ушли в историю. Это первобытный общинный способ производства, рабовладение и феодализм. И сегодня мы имеем только два. Это капиталистический способ производства и коммунистический способ производства. Если короче, капитализм и коммунизм. Между которыми идет борьба. Кто кого. Ну а так, коммунизм откуда у нас возникает? И на голом же месте. Коммунизм возникает из капитализма. То есть вот так идет развитие. Капитализм пришел на смену феодальному способу производства. Феодализм сменил рабовладение, рабовладение, первобытный общинный способ производства. Но из недр капитализма вызревают объективные и субъективные условия социализма. И он приходит на смену. В результате совершения социалистической революции, строительства социализма, затем развития его на собственной экономической основе. Но, как мы знаем, вы уже изучили. Прошли первое занятие. Оно касалось диалектики. А в жизни все противоречиво. Все соткано из противоречий, которые представляют все единство и борьбу противоположностей. Поэтому такое движение по истории не гладкое, не как тротуар Невского проспекта, не как какая-то прямая линия восходящая. А это борьба позитивных и негативных тенденций. Применительно к рассматриваемому вопросу, это что? Эпоха. То есть мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. И эта эпоха характеризуется чем? Борьбой одного и второго, угодящего способа производства и зарождающегося. Это эпоха революции и контрреволюции. И на примере нашей собственной страны мы имеем революцию 1917 года, затем контрреволюцию 1961 года и возврат к старому способу производства. То есть сейчас Россия находится в капиталистической части мира. Итак, какие вопросы хотелось бы рассмотреть? Я думаю, мы всегда начинали, наверное, сейчас уже продолжим. С тех вопросов, которые волнуют каждого присутствующего. Это вопросы, понятно, заработной платы. Вопросы, ну, большие и маленькие вопросы. Вопросы к инфляции, вопросы вообще развития производства, какие тенденции и так далее. Почему с этого надо начинать? Хотя на самом деле это не совсем правильно. Вот если мы вернемся к капиталу, почему-то произведение мы выделяем из всех остальных. Потому что в капитале Марса дана система капиталистических производственных отношений. Не так, что бывает кусочками понахватали, сказали много мыслей, вполне возможных и правильных, и хороших. А система, а система диалектическая, она чем характеризуется? Когда из какой-то простейшей первой категории выводится, не произвольно говорится, а выводятся все остальные. Начало есть не развитый результат, а результат есть развитое начало. И последняя категория, вот с рейтингом капитала, это из развертывания первоначальных. То есть это единая цепочка, из которой нельзя вырвать звенья. Если вырвать какого-то звена, все рассыпется. А здесь не рассыпается, поскольку это вот такая взаимосвязанная цепочка категории. Поэтому мы будем вынуждены, в силу того, что у нас вот сегодня четыре занятия включаются, как-то выхватывать отдельные, на мой взгляд, наиболее важные вопросы. И по возможности я буду говорить, откуда они проистекают и куда дальше развиваются. Итак, что лежит у нас на поверхности? Один из вопросов, который волнует, наверное, каждого. Вопрос заработной платы. Но прежде всего мы должны разобраться, что это такое заработная плата. Ну, еще небольшое водное замечание. Ведь система производственных отношений, прежде всего капиталистического способа производства, да и как вообще по жизни, она чем характеризуется? Что есть внешние явления, а есть сущность. И то, что на поверхности, нередко, ну просто нередко, а как правило, противоречие тому, что сущность. И в жизни этих примеров, ну, масса. Самый простой пример, у нас Земля вокруг Солнца ходит, или Солнца вокруг Земли. Но если вы тянете... Не смотря откуда смотреть. Нет, не смотря откуда смотреть. А если смотреть по поверхности, вот если мы с вами в солнечный день выйдем на улицу, поставим полчасика, поговорим о каких-то посторонних вопросах, понаблюдаем, увидим, что Солнце ходит вокруг Земли. Так? Вот это поверхность отношений. Хотя мы все люди, развитые, прогрессивные, понимаем, что это не так. Что это поверхность отношений. А в сущности все по-другому. Наоборот. Земля вокруг Солнца ходит. Но чтобы докопаться до этого, до истины, нужно совершить определенные какие-то вот мыслительные процессы. Вот здесь то же самое. Много поверхностных экономических отношений, они противоречат тому, что сущность. Но наша задача найти истину. А истина, она одна. Точек зрения масса. Миллион можно найти. А истина одна. То есть истина, как соответственно, скажем так, нашего понятия, объекту. Так вот. На поверхности экономических отношений. Что из себя представляет заработная плата? Я думаю, вы, наверное, слышали. Ну, пожалуйста, можно смешать. Выражение труда в Денезнике есть? Ну, это у вас уже сложно. Нет, еще проще. Цена рабочей силы. О, вы попали в точку. Значит, вы читаете много и слушаете, да. Радио, телевидение, интернет. Вот там отовсюду льются и всяких источников, что заработная плата это цена труда. Или, прочее сказать, плата за труд. Ну, давайте подумаем. Плата за труд. Вот так. Цена труда. Всех она устраивает заработную плату. Я даже здесь, это не научный вопрос, я не требую ответа. Понятное дело, что трудящихся, тех, кто трудится, заработная плата не устраивает. Не просто не устраивает. Если рассмотреть ее размеры, они, так сказать, такие, что позволяет только большинству трудящихся сводить концы с концами, семен. Вопрос, а в чем проблема? Ну, давайте разбираться. Значит, это плата за труд. Или цена труда. И, кстати, я в какую-нибудь сторону. Вот за эту точку зрения, на этой точке зрения стоят все буржуазные ученые, их называют апологеты. Апологеты, те, кто защищают этот труд. Буржуазные апологеты, так? Вся государственная власть и вся пропагандистская машина. Радио, телеведение, интернет, на которые тратят миллиарды, миллиарды рублей. Спрашиваю, зачем? Не случайно ведь? Чтобы в головы трудящихся, в головы граждан бить нужные идеи. Если вы откроете Трудовой кодекс Российской Федерации, это серьезный документ. Это система законов о труде. Там что сказано? По заработной плате. Я коротко буду такое длинное название, если суть вводит. Вознаграждение за труд. Вознаграждение. То есть, по сути дела, плата за труд. Значит, вы недовольны своей заработной платой, да? Если мы исходим, что это плата за труд, то в чем проблема? У вас проблема. Труд у вас плохой. Маленький. Если на этой точке зрения стоять, то чтобы больше оплачать, что нужно делать? Совершенно верно. Больше трудиться. Вот вы 8 часов по Трудовому кодексу надо 40-ка числовая рабочая неделя. 8 часов в день. Мало получать. Не хватает на жизнь? Надо больше трудиться. Идти в ночную, подработки, такси, вагоны разговорить, что угодно, программы писать и так далее. Сейчас, пожалуйста, разносить пиццу и прочее, прочее, прочее. Вот вы трудитесь, а до вас какие-то мысли доходят к стране и этого не хватает. А потом появляются болячки, а потом идут зарплату и львину долю надо отправить на лечение и пошли, пошли большие проблемы. В чем не так? А вроде бы, как все говорят, что капитализм это строен, вот самый такой прогрессивный, развитый и так далее. А дальше пойдут уже вас вводить в сторону. У нас капитализм и тот и прочее, 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 прочее. Ну, это у нас другой вопрос, мы его не можем обсуждать. Вот почему правящий класс буржуазии и все его органы, все его, кем-то обслуживают и устоятельные точки зрения? Ну, понятное дело, чтобы ввести в сторону от истины. Потому что общество капиталистическое, это вы уже знаете, оно основано на двух противоположных классах, класс буржуазии и рабочий класс с противоположными экономическими интересами. А что на самом деле? Ну, вот, если вы внимательно почитаете, это еще первый том, как это стало. Там дается ответ. На самом-то деле заработная плата не плата за труд. Вот я дам вам короткое понятие заработной платы. Заработная плата это денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Ну, давайте разбирать. Что на самом деле продает рабочий, когда приходит наниматься капиталисту? Труд продает. Вот там правильно прозвучало рабочая сила. Вот мы должны доказать это. Не просто так заявить. Хотя это совершенно правильно. Надо доказать. Доказательства здесь последовательные. Мы попытаемся как бы более в таком коротком варианте. Давайте вот посмотрим еще раз вернемся к этому ходячему выражению заработная плата плата за труд. Или цена труда. Ну, во-первых, есть логическое противоречие. Цена это что такое? Вы все знаете. Это денежное выражение стоимости товара. А стоимость товара это что такое? Это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Поэтому сказать, что цена труда это сказать труд труда масло масляное. Это просто элементарная логическая ошибка. Во-вторых, вот вы пришли наниматься предпринимателю, капиталисту. Все вам понравилось, условия труда, заработная плата, графика работы, прочее, подписали договор. Вы что, ему труд отдали? Вы развернулись, ушли. Вы придете завтра или в понедельник и только приступите к работе. Так? Что вы продали? Вы продали способность к труду. Или правильно сказать, рабочую силу. Вот есть такая категория в политической экономии, в том числе и у Маркса. Рабочая сила, если коротко, некоторые любят очень коротко, это способность человека к труду. Вот что на самом деле вы продали. А капиталист купил. Здесь возникает следующий вопрос. И мы сейчас будем эту цепочку раскручивать. Ну, вы-то продали свою рабочую силу понятно, что вам нужно кушать, питаться, деваться, семью содержать и так далее. А какой интерес капиталисту покупать вашу рабочую силу? Ведь какая цель капитализма? Получить прибыль. Значит, между покупкой капиталистом рабочей силы и прибыли есть какая-то связь. И вот мы должны эту связь сейчас разобрать. И опять мы должны откатиться к самому началу. Первому тому капитала. То есть, еще раз напомню, заработная плата, денежные выражения, стоимости товара, рабочая сила. А товар это продукт труда предназначен для обмена. Самое простое определение. У товара есть два фактора, два свойства. Первый это полезность. Ну, это вещь, которая имеет какие-то полезные свойства. И как таковая, как полезность, как благо, она является потребительной стоимостью. А с другой стороны у товара есть стоимость. авторактный труд, воплощенный товар. Так вот, мы пока от капитализма поднялись, точнее, отошли обратно к товарному производству. Вот, сказали, товары производителей. Они производят товары, если они для себя, если для себя, это натуральное хозяйство. А когда производят для обмена на рынок, то продукт труда приобретает вот эту экономическую форму товара. тот, кто покупает товары, для чего они ему нужны? Их интересуют. Вы заходите в магазин, покупаете какой-то товар, он вам интересуется чем? Чем он полезен? Как потребительная стоимость. Потребительная стоимость, свойство удовлетворяет те или иные человеческие потребности, то есть ее полезность, благо. но, соответственно, вы платите какие-то деньги за это дело. Так вот, рабочая сила в условиях капитализма приобретает форму товара. Тоже приобретает форму товара. Соответственно, у нее есть и стоимость, и потребительная стоимость. Значит, капиталиста, который покупает эту рабочую силу, что интересует? Потребительная стоимость, рабочая сила, как и любого товара. Вот капиталист пошел в магазин, купил, с хлебом нужно питаться, купил машину, все что угодно. А здесь он покупает рабочую силу. Значит, ответ кроется вот в этой особенной потребительной стоимости товара рабочая сила. Вы совершенно правильно заметили, что цель капитализма это прибыль. Значит, он покупает для чего рабочую силу? Чтобы извлечь или получить прибыль эту самую. А для чего он покупает? Как это происходит в процессе? То есть капиталисты вообще организуют производство, так? Самый правильный капиталист. Мы не будем брать неправильный капитализм, это не наш. Будем считать, что есть какие-то капиталисты замечательные, которые организуют производство. Капиталистическое производство. То есть, с одной стороны, он приобретает средства производства, технику оборудования зовут, организует производство. С другой стороны, к этой технике оборудованным, к сырью должны быть приложены рабочие руки. То есть, вот он покупает рабочую силу. И в процессе производства что происходит? Вот удивительная способность, потребительная стоимость рабочей силы. То есть, я напомню, потребительная стоимость любого товара, это его свойство удовлетворять те или иные человеческие потребности. Какая потребность капиталиста? Получить прибыль. Значит, потребление рабочей силы не в буквальном смысле, а в переносном. Потребление, когда рабочие трудятся на заводе, принадлежащем капиталисту. Идет потребление средств, производство, потребление рабочей силы. В результате создаются что? Товары, которые продаются. И капиталист в итоге получает прибыль. Вот в чем смысл. Ну, вообще, если заглянуть в историю развития человечества, это же такое свойство неудивительное, великое свойство человеческой деятельности создавать больше, чем необходимо вложить. Потому что, если бы создавали меньше, чем вкладывали, человек бы и дня не прожил. Только все это происходит, вот как появился человек, первая палка-копалка и прочее, прочее пошел в этот процесс. Только это происходит в разных экономических формах. Первобытная община, способ производства, рабовладение, и феодализм мы это оставляем в стороне. При капитализме вот таким путем. То есть, человеческая рабочая сила обладает удивительным свойством. Создавать больше, чем она сама стоит. Возникает вопрос. Вот она создала больше, чем она стоит. А кому принадлежит вот этот избыток? А почему? Вот я рабочий, я создал на станке какую-то детальную новую. Заслуженную мне. А капиталисты работают? Ну, договор это юридическая сторона, понятное дело. А юридическая сторона выражает экономические отношения. Вы на правильном пути. Но мы... Вот. Опять-таки вернемся к исходному. Ведь капиталистическое производство это что такое? Это всего ступень развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. То есть мы должны опять посмотреть вот эту базу основы капитализма товарного производства. Вот вы пришли на магазин, купили какой-то товар, пришли. Вы взамен отдали другой товар, денежный товар. Получили. То, что вам нужно. Не важно, что. уханка хлеба, телефоны и так далее. Раз вы купили, вы можете делать с ним что хотите. Правильно? То есть потребление товара вам принадлежит. Вам. И товар вам. И вы его потребляете. Соответственно, что происходит с куплей-продажей рабочей силы? Ведь товар рабочая сила это особый товар или товар особого рода. Потому что носителем рабочей силы является, ну в отличие от любого товара, живой человек, существо, да? Живой человек. Поэтому рабочая сила, какие здесь особенности? Первый, продается на какое-то время. Юридически понятно, заключается и соответственно еще и договор. Там все прописывается, что нужно. Ставите подписи. экономическое содержание. Вот эта рабочая сила, как бы, можно сказать, в аренду. В таком-то время. Но это время капиталист использует рабочую силу по своему смотрению в своих интересах. Она ему принадлежит на это время. Это уже деталь, как говорится. Понятно на время, потому что нужно человеку отдыхать, восстанавливать свои силы, а потом снова возвращаться капиталисту и работать. То есть на время и в это время он трудится на капиталистах. Соответственно, товары, которые производятся на заводах, принадлежащие капиталисту, на оборудовании, сырье, которое ему принадлежит, кому принадлежат? Естественно, ему. Естественно, а не рабочему. Вторая такая особенность получается. возвращаемся к стоимости товара и рабочей силы. А сама Таносар чего стоит? То есть мы говорим, значит, заработная плата, денежное выражение стоимости товара и рабочая сила. Что такое стоимость товара и рабочая сила? Опять вернемся к исходному понятию товара. Вторая сторона товара это стоимость. Первую потребительную стоимость мы рассматривали. Вторая сторона товара стоимость. Стоимость товара это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Измеряется количеством общественно необходимых затрат труда. Соответственно, если мы вернемся или поднимемся к особому товару рабочая сила, то у меня тоже две стороны должно быть, если рабочая сила и товар. Потребительную стоимость мы рассмотрели. Стоимость товара и рабочая сила. Но если стоимость любого товара определяется затратами труда, затратами труда, затраченными на производство этого товара, то можно применить с известным своеобразием это определение, эту формулировку, и к товару рабочая сила. То есть, стоимость товара и рабочая сила это те затраты, в кавычках возьмем слово затраты, которые необходимы, чтобы воспроизвести рабочую силу. Это живой человек. Вот он отработал на капиталистическом предприятии. После этого он вернулся домой, ему нужно покушать, помыться, отдохнуть, детей воспитывать и так далее. Много чего нужно сделать. Так вот, стоимость товара и рабочая сила это стоимость жизненных средств или средств существования рабочего и его семьи. Не просто существования, а нормального существования. можно так сказать. Стоимость средств воспроизводства нормального воспроизводства рабочего и его семьи. Вот такая особенность получается. Небольшое развитие понятия стоимости товара. Мы подошли к одному интересному моменту в том определении, что он сейчас дал. Я думаю, что ключевое понимается нормальное воспроизводство. Что такое нормальное воспроизводство? Нормальное воспроизводство это нормальная жизнь рабочего и его семьи в конкретных исторических условиях и требованиях этого общества. Вот у нас сейчас какое общество? Капиталистическое, конкретная страна России и так далее. поэтому стоимость нормальное воспроизводство определяется от массы этих факторов исторических, социальных и так далее. Какой размер стоимости рабочей силы? Я могу сказать, что Маркс дал как бы определение а дальше взять ручку, взять калькулятор, подумать и рассчитать стоимость рабочей силы. Могу сказать, что первый расчет стоимости рабочей силы современной бухгалтерной России был сделан в 2007 году докерами и механизаторами морского порта Санкт-Петербурга. 16 лет назад вот она составила 200 тысяч рублей. Какую мы берем семью? Сколько еще? Мы берем сейчас 200 тысяч рублей по-моему 207 тысяч рублей. 207 тысяч рублей. То есть на семью или на... Конечно, на семью. То есть речь идет повторяю о нормальном существовании рабочего и его семьи. Семья это что такое? Муж, жена и трое детей. Почему трое детей? Чтобы общество не вымирало, развивалось минимально. Там, конечно, ученые считают получается два сходства, но такого не бывает полуребенка, правильно? Поэтому три, конечно. Если меньше, то все будет деградировать и население будет уменьшаться и умирать. Вот нормальная семья. Два взрослых и три ребенка. Соответственно, нужно посчитать, сколько нужно денег, чтобы обеспечить вот это нормальное воспроизводство. Но, скажем, если семья сидит и питается картошкой, капустой и водой, это нормально? Нет, не нормально. Даже с точки зрения буржуазного общества нынешнего, есть нормативы медицинские, сколько нужно потреблять, углеводов, белков, жиров, сколько витаминов и так далее. И все это воплощается в определенный список продуктов. Дальше каждому еду продуктов, какое-то количество, умножаем на ценник, получаем определенный цифру. Где должна жить сегодняшняя Россия, капиталистическая семья из пяти человек? Сдаем три варианта ответа. В бараке, в палатке или в благоустроенной квартире? В доме. Может, в этих доме, да. В своем. Да. В большом количестве в доме. В большом количестве тоже вопрос. Вот, хороший вопрос, потому что в тех расчетах стоимости рабочей силы, которую сделали докеры, которую продолжают многие товарищи, берется трехкомнатная квартира. Хотя, на мой взгляд, по существующим даже меркам, социальным, историческим, на семи из пяти человек, на каждого человека сейчас требуется, что отдельной комнаты и общей для всех. Сколько нужно? Шесть. Вот это ошибка я хочу сделать. Замечание. Вот здесь. Значит, у нас время немалимо бежит. Я хочу сказать, что вот этот вопрос, он хорошо, так сказать, разобран, разбирается, в том числе, на занятиях и потом слушатели второго отделения. Заочники, которые в разных городах считают стоимость рабочей силы. Мы периодически в газетах «Народная правда» за рабочее дело публикуем. Вот я сейчас пущу их по залу. В 20-м году товарищ Асташенко сделал расчет стоимости рабочей силы в городе Белый Рыбин. Стоимость рабочей силы, она будет разница в зависимости от региона, специальности и, понятное дело. Но прежде всего, основной фактор какой? Ну, стоимость жилья. Одно дело в Москве, в Санкт-Петербурге, или в Бернг. Поменьше. Так вот, такая табличка, я сейчас пущу передам, можете взять со мной. Получилось, что стоимость рабочей силы на тот период составила 215 тысяч рублей, при двух работающих 187 тысяч рублей. Средняя заработная плата тогда, официально, по официальным данным, составила 44. Значит, такое соотношение между заработной платой в городе Белгороде в тот период и стоимость рабочей силы. Заработная плата в четыре раза меньше было стоимости рабочей силы. Почему такое происходит? Много факторов. Значит, вернемся к определению понятия заработной платы. Это денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Денежная. То есть, стоимость рабочей силы вот такая. А фактическая заработная плата, это же денежное выражение. Сколько в деньгах? Это определяется другими факторами. И мы будем рассматривать. Так, я вам прищу, пожалуйста. Можете себе взять. У кого вы желаете, вы посчитаете, потому что стоимость товара рабочей силы это такая категория, которая не раз на следа данной и вечно, она меняется. и основной фактор, который влияет на величину стоимости товара рабочей силы, вы можете догадаться. Это инфляция. Так ведь? Вот тоже одна из важнейших категорий. Мы сделаем небольшое отступление. Инфляция. Все, наверное, слышали, что это такое. Страшное дело. Значит, инфляция представляется в нашем обществе как некое стихийное бедствие. Вот растут цели. Безобразие. Растут цели. Кто виноват? Это Интолик. Ну, откуда это вы узнаете? Я понимаю, что вы уже почитали эти информации, уже понимаете, да? Ну, на поверхности явления, мы начиная с поверхности явления. Вчера была одна цена, пришли сегодня утром ценники другие. Так вот. То есть, инфляция, да, это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Совершенно верно. Мы живем не просто в условиях капитализма, а в условиях государственно-монополистического капитализма, когда монополия и буржуазное государство регулируют экономику, диктуют свою волю. То есть, понятное дело, я с вами полностью согласен, что инфляция организуется. организуется, можно сказать, совокупным классным капитализмом. Что такое рост цен на все товары, кроме товара рабочей силы? Это уничтожение цены рабочей силы? Нет, это не обязательно. Это уничтожение реального содержания, заработной платы. То есть, если выросли цены на все те товары, которые входят в расчет стоимости рабочей силы, то есть стоимости нормального существования и воспроизводство рабочей силы и усилий, а заработная плата осталась на прежнем уровне. Что происходит? Снижение просто реального содержания заработной платы. И вы из жизни лучше меня знаете, что когда идет инфляция, то поднимаются цены на все товары, а заработная плата может быть в последнем участии. Кто организует инфляцию? Как правило, буржуазный государство, поднимает тарифы на энергию, на воду, на тепловую энергию, на электрическую, на газ и так далее. Это базовые тарифы, базовые вещи, которые используются в процессе производства. Что делают капиталисты? Они автоматически поднимают цены на свою продукцию. Но при этом заработную плату забывают повысить. Мы отклоняемся в сторону. Я к тому, что вы можете посчитать в условиях 2023 года. Вот у меня есть для газетки рабочая сила по Тюмени в 2021 году составила 270 рублей. Ну а что касается Санкт-Петербурга, то это все получается у нас за 300 тысяч рублей. Расчет стоимости рабочей силы работников города Таранца Санкт-Петербурга 360 тысяч рублей. Так, есть с этим делом. А мы идем дальше. Вот эту, раскручиваем всю эту цепочку. Значит, продается не труд, а рабочая сила, способность человека к труду. покупает эту рабочую силу капиталист на время. На определенное время. И это время он должен использовать, как говорится, на полную катушку с одной целью, чтобы извлечь привык. Капиталист несет определенный расход. Ему нужно закупить производственную площадку, оборудование, технику, сырье и так далее. Привезди товары, но не он производит, а рабочие, которые он нанимает. Продать их. Покрыть расходы понесенным и получить привык. Что происходит? Другой он должен выплатить заработную плату рабочих. Получается заработная плата, даже теоретически, если мы можем допустить, что заработную плату он выплачивает на уровне стоимости рабочей силы. Такие примеры есть. в том числе у нас в России. Все равно он остается с прибылью. Что происходит? Мы должны рассмотреть, у Маркс это рассмотрим, капитали, рабочий день, как он складывается. Есть такая схемка известная, мы сейчас ее нарисуем. рабочий день. Причем берем честного капиталиста. Не того, который хочет обмануть государство, рабочих или всех. Честный, который платит налоги, соблюдает трудовое законодательство, не заставляет работать сверхурочно, выплачивает оговоренную в трудовом договоре заработную плату, все как полагается. Аванс получит и так далее. Вот рабочий день. Вот здесь у нас восемь часов. Стоит за станком рабочий и трудится восемь часов. Что происходит? Рабочий день распадается на две части. Первая часть, когда рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы и совсем по простому трудится на себя. Эта часть рабочего времени называется необходимое рабочее время. Вот я напишу сокращенно. Если бы капиталист вот только так бы заставлял его трудиться, только то время, когда рабочий создает эквивалент стоимость твоей рабочей силы или работает на себя, на свою заработную плату, капиталист бы вылетел в трубу, остался без прибыли. Но есть фокус в том, и мы возвращаемся к тому, к этой удивительной способности рабочей силы создавать большую стоимость, чем она сама стоит. Вот он создает трудиться дольше и создает прибавочное рабочее время. Соответственно, весь товар на основе экономических законов, которые опряжены в юридических документах, товар, который создается на предприятиях капиталистов, он принадлежит капиталисту, он его реализует, продает, выплачивает заработную плату, себе оставляет прибыль. Комар носа не подточит. Есть какие-то вопросы, проблемы. Все по законам товарного производства. Еще несколько моментов, когда говорят в обиходе вы устроились на работу, у вас два раза в месяц выплачивают зарплату, у вас хорошие капиталисты, у всех два раза в месяц. Первая часть как называется? аванс. Мы говорим не задумаемся, вторая часть зарплаты. Что такое аванс вообще-то? Аванс, когда еще я ни дня не отработал, мне дали аванс. Вот настоящий аванс. А когда выплачивается аванс у нас на предприятиях? На полной с деньги. То есть на самом деле кто кого авансирует? Сейчас переименовали. Слава Богу, в обиходе осталось и везде это со всех этой динамикой интернета все это валится. Кто кого авансирует на самом деле? Рабочий авансирует капиталистов. Он трудится бесплатно и потом получает зарплату. И кстати и в законодательстве и тоже в обиходе говорят работодатель. Кто работодатель? У нас капиталист. Кто тогда рабочий? Работовзятель, да? Хотя на самом деле он же работу дает. Но это попутно. Вот это сложившееся такое мнение об обыденном сознании оно трогает не просто настроение, а трогает позицию, классную позицию, которая внедряется в ноги. И все ставит с ног на голову. Что получается? Вот как говорится следующий шаг вы сделаете. Рабочий покупает на время рабочую силу, который повторяю, самый честный капиталист, который не нарушает ни трудового законодательства, ничего, соблюдает все права, выплачивает заработную плату на уровне стоимости рабочей силы. Но весь фокус в том, что рабочий трудится такое количество времени, в ходе которым, или по итогам которого, создается эквивалент рабочей силы, как бы он работает на себя, на заработную плату, и на капитализе. Поэтому первая часть называется необходимое рабочее время, вторая прибавочное рабочее. Необходимое почему необходимо? Оно необходимо рабочему как бы работать на себя, на свою заработную плату, а прибавочное он работает, создаёт дополнительное прибавочное рабочее время, и в это время создаётся прибавочная стоимость есть такая важнейшая категория то есть прибавочная стоимость и прибыль это связанные категории прибавочная стоимость это то что не лежит на поверхности прибыль дана на поверхности пожалуйста во всех отчетах финансовых компаний а прибавочная стоимость нет это такая категория глубинная до нее нужно докопаться вот Карл Марс докопался нам глазами открыл идем дальше мы вот от теории можем перейти к некоторым цифрам потому что экономить и нужно еще считать вообще какой у нас размер или соотношение между необходимым рабочим временем и прибавочным рабочим временем или необходимым трудом и прибавочным в современной России есть такая категория называется норма прибавочной стоимости норма прибавочной стоимости обозначается буковкой М латинская и характеризуется отношением прибавочной стоимости или чине переменного капитала сделаем небольшое отступление что такое переменный капитал вот капиталист у него есть капитал он хочет открыть дело он с одной стороны что должен купить на этот капитал средства производства какие-то здания сооружения станки сырье это основной капитал это постоянный капитал который обозначается буковкой С от слова константа латинская а другую часть капитала отправить на заработную плату вот она обозначается политической экономией буковкой В латинской ВС а прибавочная стоимость которая создается за прибавочное рабочее время обозначается буковкой М можно так обозначить то же самое прибавочное рабочее время к необходимому рабочему времени я вернусь опять к стоимости рабочей силы и конкретной заработной плате вот стоимость рабочей силы вы все узнали да сейчас это плюс-минус 300 тысяч рублей на семью из трех человек соответственно если двое работающих там чистая арифметика не буду касаться это получится где-нибудь не знаю тысяч двести заработная плата попробуйте выйти объявить на известных трибунах вот такие глаза да откуда капиталисты нет таких денег не можем мы платить как дважды два четыре будут доказывать что нет таких денег невозможно платить а давайте посмотрим какое реальное соотношение у нашей экономики нормы прибавочной стоимости то есть отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу или прибавочной стоимости которая присваивается капиталистам заработной плате такие расчеты неоднократно делались делались в том числе учеными такими как доктор экономических долгов Виктор Георгиевич Мазур Олег Анатольевич и мы делали здесь эти расчеты вот я в главной этой газетке здесь сделаны расчеты по я вам скажу за счет зонуровой прибавочной стоимости вот город Пермь там нервное общество ОДК авиадвигатель за двадцать первый год я вам посмотреть эту газету так вот получается в расчетах избрали официальную статистику сейчас обязаны предприятия публиковать финансовую отчетность и так далее получается что норма прибавочной стоимости по данному конкретному предприятию составляет восемьсот восемьдесят пять процентов я забыл это надо еще умножить на сто процентов как правило процентов что это означает что отношение прибавочной стоимости заработной плате восемь и девять десятых это норма или как нет это просто копейки как факт факт это факт по данному предприятию по отчетности на двадцать первый год ну мы на занятиях брали разные компании в разные времена не первый год уже двенадцать лет и получалось где-то цифра такая то есть по расчетам вот тех ученых которые назвал соотношение получается семь к одному то есть семьсот процентов дальше несложные арифметические расчеты мы можем сделать перевести это время в часы один час на себя семь часов совершенно верно как общее в данном случае пятьдесят минут рабочий работал на себя а семь часов десять минут на капиталист то есть что получается вот я напомню что по расчету стоимости рабочей силы вот в той газетке которую я сейчас раздал соотношение это по городу Белгороду соотношение стоимости рабочей силы фактически к официальному уровню заработной платы составляло один к четырех а здесь получается один к восьми или один к девяти но средний один к семи значит уже сейчас в экономике России если поднять заработную плату в четыре раза уже приблизиться к уровню стоимости рабочей силы капиталисты не рухнут вот я взял статистику официального сайта госстата по размеру прибыли это официальная прибыль здесь не учитывается то что уходит да там вообще колоссальная сумма но даже двадцать второй год последний вроде уже не очень хороший тридцать один триллион прибыли колоссальную сумму двадцать первый год тридцать восемь триллионов прибыли и так далее вот такой пример недавно относительно недавно состоялось заседание торгово-промышленные палаты российской федерации ну серьезно организация созданная классом капиталистов я был поражен как то так они все так вот Юлия здесь откровенно сказали что обновление производственных площадей в России ежегодно требует не менее десяти триллионов рублей в нем срочно нуждается почти половина производства это отдельная тема мы будем надеюсь рассматривать то есть вот эти суммы громадные но все равно прибыли хватает это отдельный вопрос куда эти прибыли уходят ну да понятно куда так у нас дело близится перерыв ну первую часть пока закончили делаем перерыв можно где можно посмотреть если можно вот расчет что именно соотношение 1 к 7 газете здесь как раз ну необходимо время так а я вам а я вам не дал газету перерыв это вот и вторая газетка у меня осталась а а вот не нашел на это я раздал то есть смотри рекомендации можно найти я там сточу небольшую по расчету рекомендации на сайте на сайте фото или олега кульчиматора не нужно никаких искусствений попробуйте сейчас я могу и теории размещать как делать перерыв дорогие товарищи по нашим планам занятий второй час это ответы на вопросы возможно обсуждение дискуссии сразу после этого в перерыве вопрос немного непонятно это вина моя поскольку я пропустил некоторые последствующие извения поэтому сделаем очень вкусно вот так вот но это теперь понятно теперь понятно а он не берегу на сессии нет товарищи очень правильный вопрос после олимпика медленно чем отличается вот капитан Макс я уговорил образно это вот цепочка где каждое звено другим последующим соседним связано если выкнуть цепочки да все рассыпется вот я здесь эту цепочку нарушил у меня время поджимало как говорится есть смягчающее вино обстоятельства ну и сейчас мы это дело исправим и так вот рабочий день второе было замечание что неправильно на самом деле с учетом реальной ситуации вот такой вот будет ну вот как бы час на себя да и там семь часов капиталистов и так значит рабочий день условия капитализма раскладается на две части первая часть необходимое рабочее время когда рабочий работает на себя на свою заработную плату остальное время на капитализме та часть рабочего дня когда он работает на себя называется необходимое рабочее время время на слово отрелогательное необходимое для того чтобы обеспечить себе жизнь прибавочное рабочее время это капитализм важно Так вот, норма прибавочной стоимости имеет три выражения. Вот она обозначается буковкой М штрих, латинской. И обрагает соотношение прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени. Я сокращаю. Надеюсь, что я понял. Прибавочное рабочее время к необходимому рабочему времени. Рабочий трудится 8 часов. Трудится, трудится. Рабочее время такое текущее. Оно воплощается в продукте. Так вот. Результатом рабочего времени, продукты и продукты. Товар. Значит, необходимое рабочее время, соответственно, воплощается в необходимом продукте. А прибавочное рабочее время, в прибавочном продукте. Тоже будут сокращать. Прибавочный продукт. Второе выражение нормы прибавочной стоимости, отношение прибавочного продукта к необходимому продукту. Стоимость, конечно, отречет от стоимости. Мы помним, что товар имеет две стороны, потребительную стоимость и стоимость. То есть в любом характеристически произведенном товаре стоимость на две части распадается. Соответственно прибавочная стоимость и заработная плата или переменный капитал. Переменный капитал, часть капитала, которая тратится капиталистам на приобретение рабочей силы, которая меняется и увеличена. Не такая есть тонкость, теоретическая и практическая. Как происходит процесс, как здесь такое противоречие разрешить? То, что товар имеет двойственный характер, соответственно, труд рабочего в условиях капитализма, товарного производства тоже носит двойственный характер. Поэтому рабочий конкретным трудом создает, переносит стоимость рабочей силы на готовый продукт и создает новую стоимость. То есть вот это вот дело, М плюс В, называется новая стоимость. Сейчас он в статистике получил название «добавленная стоимость». И эта новая стоимость состоит из прибавочной стоимости и заработной платы или переменный капитал. Вот три выражения одной и той же слова. Новая прибавочная стоимость имеет второе название. Оно является точным показателем степени эксплуатации рабочей силы. Что такое эксплуатация? Очень такой термин широко используемый. Эксплуатация – это присвоение прибавочного труда, соответственно, прибавочного продукта. История знала у нас три эксплуататорских строя. Первый – рабовладельческий, второй – феодальный и третий – капиталистический. Вот при рабовладении никаких проблем не было. Ну, в кавычках это слово берем, поскольку раб не считался человеком. Людьми считается только рабовладельцем. Все отличие раба от средств производства было в том, что там немые, неговорящие средства труда или орудия труда. А раб был говорящим. Поэтому, понятное дело, все, что создавал раб, автоматом принадлежало рабовладельцам. Вот при феодализме ситуация другая. Был помещик или феодал, который владел землей. И крепостные, крестьяне. Вот, кстати, сейчас очень модно говорить, отношения должны быть чистые, выборы чистые. В экономике должны быть чистые отношения. Вот самые чистые отношения эксплуататорские были при феодализме, на мой взгляд. Почему? Потому что, вот крестьяне взять, у него был клочок земли, который он обрабатывал, выращивал часть времени. А часть времени он ходил и работал на поле помещика. Вот, пожалуйста. Какая-то часть времени отрабатывал там. Соответственно, все, что он там работал, так сказать, убирал, принадлежало помещику. Основную часть у себя. Это его. А при капитализме вот так все скрыто. То есть, на поверхности отношений капиталистических никакой эксплуатации здесь нет. Все чисто. Вы пришли наниматься капиталистами. Во-первых, вы кто? Вы свободный человек. Вы раб? Нет. Крепостной зависимый? Нет. У вас паспорт в кармане. Вам не нравится этот капиталист? Пожалуйста, идите к другому. Кто тебе нравится? Идите к третьему. Вы свободный человек. Так вот это слово «свобода», «демократия», «равенство», «братство» – это лозунги буржуазной революции. А они теперь у нас вовсюду трезвонятся. Пожалуйста, заключайте свободный договор. Вот как любой товаропроизводитель. Вот вышел товаропроизводитель, продает товар. Кому-то он понравился. Купил. Отдал первым день. Решил всяк товарообмена. Все честно, в соответствии со стоимостью. Или, может, вверх-вниз. Потому что цены все-таки колеблются вокруг стоимости. И здесь то же самое. Вы добровольны? Вас кто-то заставляет подписывать трудовой договор с капиталистом? Нет. Вы сами подписываете. А в итоге получается вот такая петрушка. Что один час работаете на себя? Один час. А, семь часов на капиталистов. И все по законам товаропроизводства, которые, естественно, выражены в юридических законах, в трудовых кодексах и прочих, включая уголовных и так далее. Все это товары принадлежат капиталисту. Хотя производятся руками рабочих. Ну и те, кто ему помогает. Вопрос такой. Мы сейчас закончим этот большой вопрос. Вот на этой схеме, на мой взгляд, очень хорошо видно противоположность классовых интересов. Значит, в чем заинтересован рабочий класс? Ну, чтобы увеличить вот эту часть необходимого рабочего времени, увеличить свою заработную плату. Догонять ее до стоимости товара рабочая сила, а может, и выше, и так далее. В чем заинтересован капиталистам? Противоположным. Противоположным, да. То есть на рынке от условий капитализма сталкиваются две противоположные силы. Класс капиталистов и класс рабочих. Результат какого будет? Чем он определяется, результат? Вот это. Борьбой. Только борьбой. Ничем иным. Если рабочий класс не будет бороться, что будет происходить? Будут отнимать. А если он будет бороться? Будут подвигаться. Самый свежий пример. Ну, я не буду брать отдельные случаи. Есть такие борцы-одиночки. Это, наверное, не наше, это исключение. Есть какие-то работники очень важные, очень нужные, которые могут прийти, потребовать повышения заработной платы, им повысит. Но это не характеризует целую ситуацию. Добиться вот этих успехов можно только организованной силой. Потому что вот здесь вот по этой схеме видно, с одной на одном полюсе совокупный капиталист, а на другом полюсе совокупный рабочий класс. Значит, самый свежий пример. Значит, есть у нас в городе замечательная организация акционерного общества «Метрострой Северной столицы». Ну, вы слышали, у нас «Метростроили», там масса была проблем, там право-равно, и прочее нас это не касается. Вот создали новую организацию, которая будет строить «Метро». Нашлись инициативные, живые товарищи рабочие, горнопроходчики, которые, ну тоже такие же проблемы, ну понимают, что ну надо биться за повышение заработной платы, за улучшение условий труда, сокращение рабочего дня. Они создали профсоюз. Пошла работа по организации профсоюза, там сейчас порядка 700. Организация громадная, там уже 700 человек, это уже сила. Что за этим следует, так за этим, после создания профсоюза, когда он наберет силу, скажем, там больше половины работников, можно, так сказать, выдвигать требования к работодателям, так называемым капиталистам. И проводить коллективные действия. Да. Повышение заработной платы, прочее, прочее, прочее. Что произошло? Вот они еще не достигли той численности, что было 50 процентов, чтобы профсоюз составил 50 процентов плюс один. Хотя там два пути, можно, так сказать, войти в профсоюз, можно профсоюзу дать доверенность на то, чтобы профсоюз представлял твои интересы. Там идут и таким, и таким путем. Так вот, администрация этого акционерного общества метростроя северной столицы взяла и одноразово, одномоментно подняла тарифы и оклады на 27 процентов. Вот вы где-то все работаете, да? Ну вы представляете, что вот сейчас бы ваш работодатель вам на 27 процентов повысил заработную плату. Вот так вот. А вы еще особо-то ничего не предпринимали, никаких коллективных действий. Да. О чем это говорит? Ну в данном конкретном случае, то есть администрация понимает силу организованную, так сказать, работников, трудящих, рабочих прежде всего. И она пошла на упраждающие действия. Не на 2 процента, не на 5, как сейчас там в бой иногда тяжело, а на 27 процентов. Огромная величина. Вот такой вам пример. Так, ну что, переходим тогда к вопросу. Пожалуйста. Пожалуйста. Виктор Иванович, Трудный вопрос для меня. Я на него не ответил. Может быть, вы поможете ответить на этот вопрос. Представлюсь, меня зовут Владимир, я бывший строитель, бригадир, каменщик, сейчас пенсионер. 10 лет назад вы работали на пролетарском заводе. Перекрывали крышу там. Значит, я любопытный человек, обошел многие цеха. Люди работают на фрезерных, токарных станках. Часто это станки еще с Великой Отечественной войны. И тут же стоит станок ЧПУ. Числовым программным управлением. На нем никто не работает. Как это не парадоксально? Вот. Доска огромная. Там тригонометрические формулы. Я не знаю, чесают они или так. Для видимости эта доска стоит. Но факт то, что стоит. Виктор Иванович, вот Марк описывал капитализм все-таки второй половины XIX века. Рабочих 80-90% на фабрике, заводе. И администрация с капиталистом. Ну, 10, а может даже меньше процентов. Естественно, в таких условиях прибавочную стремность производили рабочие. А вот в нынешних условиях, вот если бы они не работали на этих стакарных фрезерных станках, а перешли на ЧПУ, то сразу бы освободилось 5-6 станков наверняка. А может быть и больше. То есть, произошел бы рост органического строения капитала по великому марксу. Отношение С к В. Так вот, в этих условиях меня интересует, и я не понимаю, я не разобрался в этом вопросе. Кто же в нынешних условиях производит прибавочную стоимость? Если стоимость оборудования, станков, сложнейшего оборудования очень высокая, а стоимость зарплаты, в общем-то, невысокая. Так, из этого не следует ли, что в нынешних условиях больше технико-технологические условия производят эту самую прибавочную стоимость, а вовсе не рабочую. Спасибо. Понятно. У Вас вопрос многоплановый. Да. Давайте плясать отпички. Значит, вот такое фундаментальное положение Маркса, что создание прибавочной стоимости – это исключительно функция живого труда. Живого труда имеется в виду, а труда рабочего. То есть, скажем, живое действие, то есть и прошлый труд, а веществленные средства производства. Я еще раз подчеркну вот этот важный момент, такой противореченный, о котором не могли ответить предшественники Марса, а он разрешил. Есть танки, скажем так, мертвый труд, в кавычках назовем. Есть рабочий, живой труд. Рабочий трудится. Что он делает? Он своим конкретным трудом переносит стоимость средств производства на готовый продукт. абстрактный трудом создает новую стоимость. А новая стоимость – это заработная плата своя и прибавочная стоимость. Это бир. В этих высокотехнологичных условиях там С будет очень высоко стоить. И стало быть и W будет очень большой за счет С, а не за счет… Давайте, вы вопрос задали? Да. Я отвечу. Потом можете ответить. Это вот первое положение. То есть прибавочная стоимость создается живым трудом. Значит, влияние цены прибавочной – да никакое. Об этом речь идет. На что влияет цена? Значит, вы помянули о еще одну важнейшую категорию – органическое строение капитала. Это отношение постоянного капитала, переменного, обозначаются… Вот таким образом. Стоимость капиталистически произведенного товара складывается из трех элементов. Стоимость постоянного капитала цеха, плюс стоимость переменного капитала, плюс прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость и заработная плата – это новая стоимость. И отношение цехвы называется органическим строением капитала. Если быть совсем точным, отношение стоимости постоянного капитала к переменному, которое определяется его техническим строением, это и есть органическое строение капитала. Что происходит в связи с развитием капитализма? Факт, зарегистрированным всеми экономистами, что органическое строение капитала увеличивается. То есть на каждого рабочего приходится все больше и больше средств производства. Самый простой пример. Во времена Марса основное орудие труда шахтера какое было? Кирка. 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 Совершенно верно. В 20 веке, в первой половине 20 века, наверное, кирку что-то меняло? Отбойный молоток. Это более сложно. Выросло органическое строение? Выросло. Сейчас на смену отбойного молотка, что пришло, в угольный комбайн, ровно машину, соответственно, органическое строение капитала выросло. Ну и что? Рост органического строения капитала к чему приводит? К повышению производительности труда. Производительность труда как влияет на стоимость? Уменьшается стоимость единицы товара. Ну и всего-то. Стоимость единицы товара. Поэтому, скажем, те капиталисты, которые применяют новшество, они получают временную выгоду. То есть стоимость единицы товара у них ниже, чем у других, средней. А в целом, по экономике, складывается такая средняя рыночная цена. И вот они продают по этой средней рыночной цене и получают вот эту сливку, эту надбавку. До тех пор, пока другие капиталисты это не ведут. Возвращаемся. Значит, рост органического строения капитала, создание прибавочной стоимости, особо-то не имеет периодического катастрофа. Они как не имеют. То есть, повторяю, что вот основополагающее положение, что прибавочная стоимость создается жиевым трудом. Не перенесенным, а жиевым трудом рабочим. И вот, рост, научно-технический прогресс, повышение производительности труда. Он к чему только может привести? К тому, что все большее количество продукции производится с все меньшим количеством рабочих. Я как раз вот на основании этих фактов, как и вы привели, я эти факты делал прямо противоположный вывод о том, насколько теперь возросла роль рабочих. То есть, они создадут больше продукции, больше прибавочной стоимости, больше новой стоимости. Но создают две возможности. Первая, которая сейчас идет у нас в России, когда создается все большее количество людей, занятых непроизводительным трудом, важным, очень важным, созданием услуг и так далее. А количество рабочих уменьшается. А есть другой путь. Путь, который, скажем так, при социализме применялся. Это путь сокращения рабочего дня. Вот мы пришли ко второму важнейшему вопросу, который я хотел разобрать на первом части, у нас не получилось. Сокращение рабочего дня. Есть, как говорится, одна сторона, удовлетворять свои материальные потребности, а это еще развиваться творчески. Ведь общее развитие, общий вектор, развитие человечества в целом, возьму, хотя это не совсем правильно, в том числе и капитализм такой. Но человек должен развиваться. Скажем, основная цель социалистического производства – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть мало того, чтобы хорошо кушать, одеваться, жить в приличных условиях, человек должен развиваться. И рабочий, и его супруга, и его дети, и вообще все общество, все члены общества. Что значит творческая вот эта свобода всестороннего развития? Она что требует? Понятно материальных условий, а еще чего? Свободного времени. Свободное время как получается у нас? Откуда его можно найти? Совершенно верно. Совершенно верно. Надо уменьшать рабочее время. А уменьшение рабочего времени как достигается? За счет чего? Путь один. Повышать производительность труда. Значит важнейшая категория в политической экономике, производительность труда характеризует выпуск продукции или товаров в единицу времени. Есть обратная категория. Более точная это трудоемкость. Трудоемкость характеризует затраты труда на создание продукции в единицу времени. Они, предположим, связаны. Так вот. Что происходит в условиях капитализма? Ведь капитализм это форма развития производительных сил? Конечно форма. Причем более прогрессивный струй по отношению к феодализму, рабовладению. Тоже растет производительность труда. Поэтому капиталист, который внедряет у себя на производствах более прогрессивные методы производства, более производительную технику, что получает? Что стоимость единицы товара становится меньше, чем у других. А на рынке господствуют какие-то усредненные рыночные цены. Поэтому этот капиталист будет получать временный добавочный доход. Ну понятно, если стоимость на таком уровне, там рыночная цена, а у него на таком. Он же будет продавать. По рыночному. И себе в класс кармана. Вопрос возникает. Кто будет получать вот эту добавочную прибыль? Капиталисты или рабочие? Здесь. Правильно. При одном условии. Если рабочие будут молчать. Да. А если они потребуют? Получают дважды, получается, раз он... Да, обычную прибыль. И еще добавочную за счет роста производительности труда. А я хочу о другом сказать. Что добавить. Да, получат капиталисты, это конкретно. Если рабочие будут молчать, ничего не будут предпринимать. А если они выдвинут требования, если организованный рабочий класс выдвинет требования, не только получит заработную плату, а снизится рабочий день. Вот, скажем, если газеты посмотрите, которые в основном, как раз, рабочее дело, у нас есть рабочая партия России, лозунг, он стоит под названием, за 6-часовой рабочий день. Вы против 6-часового рабочего дня с сохранением заработной платы? Не связываю. Вопросы здесь, нужно как решать, вообще это экономически обоснованно или нет. Вот я, кстати, взял книжку, замечательную книжку. Называется «Сокращение рабочего дня и основания современного экономического развития». Авторами являются докторы экономических наук Золотов Александр Владимирович, у нас будет лекции читать, и Попов Михайлович. Вот такая хорошая книжка вышла из издательства политехнического университета. Здесь вот такие вот расчеты, цифры. Были доказаны, что уровень производительности труда, который достигнут в современном обществе, в разных странах, в том числе в России, позволяет без всяких проблем сократить рабочий день до шести часов без каких-то снижений заработной платы или снижения уровня потребления. Но даже без этого мы можем сравнить. Вернемся где-то на сто лет назад. Начало прошлого века. Рабочая Россия явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день. А какая была продолжительность рабочего дня в царской России? 10,5-11 часов. Вот, совершенно верно. Вот такое. И вслед за российским рабочим классом и все остальные последователи деваться было не было. Восьмичасовой рабочий день. С тех пор, за сто лет, производительность труда выросла в разы. Ну, совсем по-простому. Производительность труда это, кстати, такое явление, которое позволяет, так сказать, больше производить товар. И меньше затраток труда. Частные приметы. Сейчас производится достаточное питание, продовольствие и всего, чтобы обеспечить население. Прежде всего, у нас в России. Ну, вспомните, санкции, когда были введены, показывали по телевизору, когда сжигали, давили тракторами продукты питания и прочее, прочее. Делаем санкции. Да. Ну, это как частный пример. То есть, уровень производительности труда сегодняшней, кстати, России позволяет безболезненно сократить рабочий день до шести часов. Вот в расчетах нормы пребываются при стоимости. Хотя нам не понять, конечно, что в голове у капиталистов страшно будет. Но сократим с восьми часов до шести. Вот так вот будет. Пока поставим вопрос. Пускай, ну, все равно капиталисты станут. И работе будет получать зарплаты. Уменьшится, так сказать, немного прибыль капиталистов. Ну, что страшно не встречается? Позвращаюсь к вашему вопросу. Это ничего не страшного. Это капиталисты страшно. Да, страшно. Да, вы правы. Сравнение так же. Сейчас, 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 не забуду, закончим вопрос. Значит, еще раз повторяю. Вот, есть такие принципиальные положения, на которых или фундаментальный, так сказать, фундамент, на котором стоит дом. Вот одно из положений Маркса, фундаментальное, это то, что стоимость создается живым трудом рабочим. И, неправильно сказал, новая стоимость, то есть прибавочная стоимость и заработная плата. И все. Все остальное идет, и вот распределение, это созданное, присвоение сначала, распределение, и перераспределение, созданное рабочим прибавочной стоимости. Вот есть такое понятие прибыли, прибавочная стоимость. Они связаны, но разные. Вы, наверное, слышали, да, прибыль, слышали? Везде прибыли. Прибавочная стоимость, тоже слышали. Если вы читали марксистскую литературу, там есть прибавочная стоимость. Какое между ними соотношение? Да и точно определение прибыли. Прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. Значит, сейчас вот я как раз отвечаю на этот вопрос. Значит, прибавочная стоимость – это понятие тоже классовое, истинное. Она создается трудом наемных рабочих, трудящихся на капиталистической фабрике, на капиталистическом производстве. А прибыль – это вот такая поверхностная категория, которая существует в голове у капиталиста. Вот встанем на позицию капиталиста. Он имеет какие-то деньги, которые хочет израсходить как капитан. Впрочем, капитан. На этот капитан он покупает только рабочую силу, и это средства производства. То есть вот он тратит капитал на постоянные перемены, на приобретение средств производства и рабочей силы. И для него весь капитал работает. Итогом функционирования капитала является определенный избыток, прибыль. То есть в голове у капиталиста вот эта прибыль, которую он получил, является порождением чего? Всего анонсированного капитала. Всего цена поверхности. Хотя, если еще подняться на поверхность, и это не совсем так. Потому что капиталистам же без разницы, что производить, пушки или масло. ему что главное получить? Равновеликий капитал на равновеликую прибыль. Вот мы с вами два капиталиста, у вас миллиард рублей капитал на дня, вы производите пушки, я продвожу масло. Вы на свой миллиард получили сто миллионов прибыли, а я получил пятьсот. как будете себя чувствовать? Несчастными отделенными, да. Поэтому существует механизм изотрасливой внутриотрасливой конкуренции, который вот эти нормы прибыли индивидуальные выравнивают среднюю норму прибыли. Это тоже начало только пути. Затем есть же торговые капиталисты, которые занимаются важной функцией, реализуют товары, произведенные промышленными капиталистами. Есть, наконец, банкиры, денежные капиталисты, которые дают суды, кредиты. И все они требуют что? Прибыль, равновеликую прибыль на свой равновеликий капитал. Поэтому она в конечном итоге уравнивается. На условиях монополистического капитализма там еще добавляются факторы, я о другом. То есть вроде как одно и то же. С точки зрения рабочих классов так, а с точки зрения капитализма с точки зрения поверхности совсем по-другому. И вот возвращаясь к вашему вопросу. Значит, капиталист. Ну хорошо, у него театр. Он, наверное, арктеров, артистов, певцов, которые мы спели и принесли прибыль. То есть что получает на самом поверхности? Рабочие, которые там непонятно, чем они занимаются, они даже лишние. Вот певец вышел, кстати, выступил, принес капиталисту прибыль, но производительный труд. То есть здесь столько всего наслаивается. Но можно здесь окончательно запутаться и потерять нить, если вот эту всю цепочку не раскрутить. То есть еще раз, прибавочная стоимость создается трудом наемных рабочих. Но эта прибавочная стоимость на сфере поверхности капиталистических отношений принимает форму прибыли. А вот прибыль уже не создают, а приносят для капиталиста многие, в том числе люди, занимающиеся непроизводительным трудом, оказывающие услуги. И врачи, и учителя, и певцы, и так далее. Много чего люди. У вас вопрос был. Виктор Иванович. Сейчас ответим давайте на это. Можно я договорю? Все логично. Я с вами согласен полностью. Вы мне доказали только одно, что даже в высокотехнологичных условиях прибавочная стоимость создается и вновь созданная стоимость и прибавочная создается трудом рабочим. Но с ростом организма третий тон капитала знаменитый закон падения средней нормы прибыли с ростом органического строения капитала Макса Терехова. Доля С в дубль В постоянно будет возрастать, а доля В плюс М будет постоянно падать. Да, совершенно верно. Верно. А вывод-то какой? Так вот вывод какой? Все-таки кто же создает прибавочную стоимость в высоте технологичном обществе? Попробую. Давайте. Вот этот С, который вас возмущает, оно же создано трудом рабочим ранее. Прошлый труд. Прошлый труд. Поэтому этот труд он уже здесь вложен. Если бы прошлый труд здесь не был вложен, то тогда бы это С не росло и вас бы не смущало. Но С будет постоянно разрастать? Будет, потому что прошлый труд не используют. мы как говорится, ну если начнем первобытное общество, там была палка-копалка, да? Сейчас ведь нас и лопатой не заставят. Надо мотоблок и еще что-то и так далее. То есть сколько труда уже вложено людьми. они принесли прибыль своим и капиталистам, и феодалам, и кому таким образом. Поэтому в любом случае все равно человеческий труд вложен их в С. Безбедили меня, что В плюс М создается от живых трудов. Убедили. Но я все-таки утверждаю, что с ростом С, с ростом С, доля С будет все время значимо возрастать, доля В плюс М все время падает. Значит, с этим вашим утверждением не будет стоить ни Макс, ни те, кто может. Да, и те, кто его сейчас развивает и отставит. Значит, давайте, это факт жизни, что называется. Рост органического строения капитала. С растет быстрее. Но это влияет на другое, на норму прибыли. У тебя не случайно говорил о том, что есть прибавочная стоимость и прибыль. Это связанные категории, но разные. Разного уровня развития аттракции и, скажем, с какой точки зрения, посмотреть, с точки зрения эти капиталисты и так далее. рост органического местности не случайно влияют на норму прибыли. Значит, есть норма прибавочной стоимости. Вот я вот так и черчу. Норма прибавочной стоимости – это отношение М к В, а есть норма прибыли. Чем она отличается от прибавочной стоимости? Прибыль от прибавочной стоимости отличается тем, что я вам сказал. Это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как поражение всего авансированного капитала. Соответственно, норма прибыли, прибыль означается буквкой P латинской, а норма прибыли будет равняться, скажем так, я нескольку успею, C плюс Q. Ну давайте теперь сравним. Значит, норма прибавочная стоимость, C, норма прибыли, новая прибыль. Чем отличие? Вот здесь знаменатели появляются, дальше арифметика. Вот если C будет расти быстрее V, то что происходит с новой прибылью? Падает. Будет падать. И у Маркса описан, раскрыт закон, тенденции средней нормы прибыли к понижению. Ну, во-первых, это как тенденция, есть противодействующие факторы, я пока оставляю стороной. Есть такое. Ну и что? Норма прибыли падает в капиталистическом обществе. Чем они компенсируют это? Рост массы капитала в этой силе. Ну и рядом противодействующие факторы. Вот и все. То есть на прибавочную стоимость, она влияет на снижение нормы прибыли. Это несколько другой вопрос. То есть рост C не отменяет борьбы рабочего класса за повышение V? Ну нет, конечно. Автоматически ничего не произойдет. Правильно? Конечно, это безусловно. Давайте дальше идем. У вас был вопрос или... У меня вопрос был по сокращению рабочего дня. В отношении необходимого рабочего времени и прибавочной рабочего времени. 1 к 7 и при 8-часовом рабочем дне. Да. Если мы вынижаем до 6 часов рабочий день, то также останется 1 к 5 или же будет меняться... 1 к 5, конечно. Теоретически, да. А что осталось, опять ушло? 2, 2 единицы. Ну на самом деле там будет поменьше, потому что в ходе рабочего дня ведь не просто уменьшить. Уменьшится потребление постоянного капитала и так далее. Может уменьшиться заработная плата, не знаю. Речь идет не об этом. О том, что уровень производительности труда, который достигнут сейчас, позволяет безболезненно сократить рабочий день. Даже с сохранением уровня заработной платы. Потому что уровень заработной платы у нас в разы отстает от стоимости рабочей силы. Это обратно. Во втором. Это привязано ко времени. Конечно. Ну конечно. Если он работает 12 часов, то он будет получать в час определенную ставку. Не обязательно. Не обязательно. Давайте опять нарисуем тратистик. Тексталистов масса способов обмануть жилку. Причем пользуются всем они. В том числе не знаем трудового польза. Рисуем рабочий день. Восемь часов. Вот так напишу. Восемь часов. Один час работает на себя. Вот так вот я нарисую. Восемь часов. Вот один час. На себя это необходимо рабочее время. Когда работать на себя, это именно то рабочее время, которое тратит. Это предположительно. Для того, чтобы ему содержать семью и себя. Да. Даже предположим, пока уверен в сторону вопрос, что у нас арабская плата не достигает уровня стоимости рабочей силы. Теоретически мы можем допустить. Вот такие рабочие, чтобы добились этого дела. И уровень производительности труда на данном конкретном предприятии позволяет это сделать. Какие есть методы увеличения приборочной стоимости? Вот даже из схемы можно. Первый такой. Совершенно верно. Удлинить рабочий день. Вот так вот. Вот так вот. Какие ограничения? 24 часа. Теоретически, да. Совершенно верно. 24 часа. Ну а фактически, сколько человек может вытерпеть? 9 часов может работать. Кстати, проводились исследования, в том числе социологических институтов. У нас в России фактически рабочий день. Он превышает 9 часов, 9 с половиной минут. Длина природного строительства сейчас у нас. Длина природного строительства сейчас у нас. Длина природного строительства. И так далее. Гастарбайтера. И так далее. Значит, капиталист, для него рабочий день. Значит, что будет создавать? Прибавочная стоимость. Кто будет ее прислать? Феридический партнер. Тоже капиталист. Это называется абсолютная прибавочная стоимость. Абсолютная. В смысле абсолютное увеличение рабочего дня. Какие методы? Вот по трудовому кодексу у нас есть. Замечательное там положение. Что если вы работаете сверхурочно. Определенные цифры. Двойная оплата. Двойной оплата. Но он может подойти как-то и сказать, надо, надо поработать. Вот за эту же зарплату. Либо за половину. Вот он отработает три часа. А он платит. За полчаса. Мы задействуем. И так далее. Это уже в частности едят. Второй метод. Понятно. Уменьшить необходимое время? Совершенно верно. Уменьшить необходимое рабочее время. А дальше от чего? Органическая сраняя капитала. Да, приблизительно. Меньшую оплату сделайте. Я думаю, что оплату или увеличение производительности труда. Это будет третий. Сейчас мы дойдем до этого. Там пределы ограничения зарплаты. Нижний предел есть. Ниже уже нет. Понятно. Едет. А правду это с ними нельзя. Нет. 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 Это, конечно, такое. Есть различные соглашения. У нас расставивые, трехсторонние, где договаривались в генеральной форекс, предприниматель и так далее. Вот по данному региону принимали зарплат 20 тысяч. Прожившись на минимум 15 тысяч, мы такие хорошие, на 15 тысяч невозможно прожить. Ну что же, на картошке сидеть, давайте 20 тысяч. А где 20 тысяч? Почему второй метод? А третий метод – повышение производительности труда. Мы это рассматриваем, я повторяться не буду. Вот это тяжелая работа. Вот увеличить рабочий день, заставить выйти ночью по работе, наверное, просят. Или соградить заработную плату каким-то хитрим путем. Я повторяю, вот инфляция – это что такое? Вот весь совокупный класс капиталистов поднимает цены на все, кроме товара и рабочей силы. Это что такое? Фактически вот получается. То есть они их снимают. Мы это делаем. А повышать производительность труда – тяжелая работа. Капиталист должен делать. Нужно внедрять новшество в производстве, технику, обучать рабочих, прочее, прочее, прочее. Но при этом, вспомни теоретически, что такое противоречие? Вячеслав Михайлович, совершенно право. Это, ну, конечно, борьба. Борьба. Борьба, противоположность и единство. Единство, борьба, противоположность. Причем единство – это как момент. Есть такая важнейшая категория в диалетике – моменты. Два противоположных движения в одном движении. Можно по простому моменту что-то такое уметь. Ну, вот, или, как Ильин, наоборот, он сказал, что борьба абсолютно не соотносится. То есть моменты. Вот, когда капиталист повышает производительность труда на конкретном предприятии, то рабочие, организованные рабочие, трудящиеся, могут тоже себе что-то получить. Так ли? У нас пока немного примеров. Я могу привести пример. Это коллективный договор Владивостокского торгового порта. У них было два положения. Первое положение – это индексировать инфляцию. Ну, понятно, обязательно. Инфляция – что такое, когда у вас отнимают? Надо индексировать. Ну, кроме этого, еще сверх повышать заработную плату за счет роста производительности труда. Как получится в жизни? Ну, как получится – борьба. В столько-то процентов от повышения, от той добавочной прибыли, которую получает капиталист за счет роста производительности труда на его предприятии, там, или в карман положит, а какую-то часть отдаст. Им работникам. Ну, я повторяю, является борьба. Так, еще какие вопросы? Скажите, что повышение интенсивности, то есть, позволка норм, значит, выдача продукции. Повышение – что такое интенсивность труда? Затраты энергии. Совершенно верно. Вот когда рабочий вот так вот работает, да, это одна интенсивность, а когда вот так вот, выше интенсивность, больше затраты труда. Также уменьшение рабочего времени на свое, как говорится, первую часть. На самоокупаемость. Да. На самоокупаемость, когда он интенсивно работает, соответственно, он меньше времени тратит для того, чтобы откупить себя и больше прибыли приносит капиталист. Ну, конечно, повышение интенсивности труда, так сказать, идет к повышению привалочной стоимости. Понятно. Когда интенсивность труда возрастает у работника, да, допустим, совы не проводятся, специальная оценка условий труда, и работодатели говорят, что типа, а, смотрите, вот у нас мрот, скажем там, 24 тысячи, а, ну, условно, допустим, в Советском Союзе нужно было делать 8 деталей каких-то за рабочую смену. Он говорит, ну, вот, 80 деталей делаешь, и будешь получать мрот. Как я понимаю, специальную оценку условий труда происходит следующим образом. Приходит какой-то там человек, имеющий возможность ее сделать. Все нормально, все хорошо. То есть люди, как я это понимаю, люди просто приходят какие-то, вот, они сгорают, выполняя там по 6-7 норм, получая, как бы, все вроде формально, все будет нормально. То есть человек получает чуть больше, чем внимание размера платы труда, но выполняет, скажем, просто вот, условно, на предприятии, где проводится специальная оценка условий труда, и раз оценка устанавливается на основании специальной оценки условий труда, он получал бы, скажем, там, 200 тысяч, а тут он получает 50 тысяч. Ну, все. Ну, то есть, вот, человек быстренько сгорает и становится либо инвалидом, либо умирает. Я с вами полностью согласен. Вы привели пример из реальной жизни. Да, конечно. Не единичное, а массовое. Конечно. Потому что люди получают, что людям у нас в Петербурге очень тяжело заработать именно, получать мрот. Значит, я могу ответить только в общем теоретическом плане. Это следует из теории Марса, что только организованная борьба может привести к тому, чтобы противостоять всем этим явлениям. Организованная борьба, когда создается профсоюз, что касается СОУ, да, вот организованные, так сказать, рабочие, трудящие создали профсоюз. В этом профсоюзе они проявили все необходимые действия, например, назначили ответственных за технику безопасности. Есть такие, и профсоюзы имеют право. Затем, когда проводится СОУ, кстати, все капиталисты не обязаны проводить СОУ. Но как они сейчас проводятся, когда вот эта СОУ введена? Кто их делает? Частные конторы ООО «Ромашки», ООО «Лютики», которые каким-то образом купили лицензию на проведение этих операций, так? Они заключают договор с работодателем, с хозяином, с администрацией. За это им платят деньги. Так они чьи интересы будут соблюдать? Те организации, которые обязаны проводить СОУ. Конечно, интересные работодатели. И что им надо противопоставлять тогда? Сейчас я закончу. Вот, значит, профсоюз, а это организованные рабочие, организованные работники, должен поставить действия свои. То есть назначить работников, членов профсоюза, инспекторов по технике безопасности. Участвовать в этом СОУ. Если они не будут участвовать, значит, вам такие ведут нормы, как вы привели в пример. Будут сгорать моментально и в больницу, и на кладбище. А если будет какое-то сопротивление со стороны рабочих и действия, это будет иная остановка. Работодатель говорит, скорее всего, совершенно обыденные вещи. Не нравится, увольняйтесь. И в любом случае будет противодействие работодателей. А вот смотрите, с точки зрения самой процедуры СОУ, возможно, просто у нас же есть одно количество институтов по экономике, институтов, которые все сейчас, около трудового права, масса этих регламентов, в том числе и по проведению СОУ. То есть если идти путем опротестования специальной оценки условий СОУ, то есть она должна, допустим, как я говорю, в принципе, должна быть видеофиксация, сколько человек что-то делает. Вот смотрите, принципиальный постановку опротеста. Первое. Работодатель предприятия, администрация обязана проводить СОУ. Обязан? Обязан. Они нанимают фирму, которая купила, где запустила лицензию, заключают договор и говорят, сделай то-то-то-то. И если рабочий не будет в этом участвовать, в любом виде, что произойдет? Он завтра придет на это рабочее место и узнает, что у него в итоге проведения СОУ снизили класс вредности, отняли дополнительные отпуска и прочее, прочее, прочее. То есть фактически его заставляют больше работать за меньшую заработную плату. Сейчас я закончу. Поэтому первое, самое нужное, участвовать рабочим. Отдельный рабочий может участвовать? Ну какой-то гениальный, да? Боец-одиночка. Только организовать. Я об этом хочу сказать. Второе. Если не участвовали, проигнорировали это, прозевали, проспали, ну да, второй путь, это оспаривать. И требовать проведения новых СОУ и так далее. Но это второй путь, это уже хуже. Уже сдали позиции. И теперь оспаривайте то, что проведено. Уважаемый, я еще добавлю, можно? Вы знаете, замрос сейчас никто не работает. И работать никогда не может. Но на любом производстве есть нормирование труда. Если ты вписываешься в норму времени, то ты будешь выполнять черную выработку. А норму выработки ты выполняешь, это никогда не будет равно минимальному размеру оплаты труда. Ты можешь перевыполнять нормовые выработки. Но не это выполнять. Тебе просто меньше будут платить и все. Кстати, нормы, нормы, они не такие высокие. В строительстве, по крайней мере. Возвращу, это Питер и Москва за ворот не работают. Приезжают в сельскую местность, и там увидишь кучу людей, которые за это ворот еще согласны. Хорошо, давай, у нас семинар будет. Дискуссия пошла. Есть вопросы. Да, вопрос от Андрея Кавловича. Откуда взято определение экономикой, это процесс постоянного возобновления и продолжения производства? Есть понятие производства и экономика. То есть производство, даю определение маркса, это процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Общественная форма – это система общественных отношений. Производство, одноразовый акт. Вот, произвели и все, сложили руки? Нет, это постоянно повторяющийся процесс. Так вот, экономика – это постоянно повторяющийся, возобновляющийся и расширяющийся производство. То есть экономика, понятие экономики от производства отличается от тем, что это как воспроизводство, как постоянно идущий, развивающий, повторяющийся процесс. Вопрос от Нина Андрея. Что такое закон стоимости? Закон стоимости? Давайте вспомним, что такое закон диалектики. Это спокойное въявление. Поэтому давайте попытаемся применить, что закон стоимости – это первый закон, который появляется в цепи категории товарно-капиталистического хозяйства. А раз он первый, ну или с основным, но это попутно. Закон стоимости – стоимость – это что такое? Это австрактный труд, воплощенный в товаре. Поэтому можно было так сказать, я бы так сказал, что закон стоимости – это определение стоимости затратного труда. Вопрос от Ивана Капана. Можно легко рассказать понятие «товарный фетишизм»? Товарный фетишизм – это предание каким-то явлениям, вещам, сверхъестественных вещей. Сверхъестественных явлений, точнее. Поэтому товарный фетишизм – это предание. Поклонение товару можно, но все-таки надо раскрыть. Я думаю, так это сказать, товарный фетишизм – это попытка представить общественные отношения, отношения между вещами. То есть попытка представить отношения между людьми, изменить отношения вещей, отношения между вещами. Пожалуйста. Вот товар. Обмениваться на рынке товара. Есть такое выражение? На самом деле нет. Это отношения между товаропроизводителем. Стоимость – это что такое? Это отношения между людьми. Хотя кажется, что это самостоятельное существование. Вообще все производственные отношения – товар, стоимость, то есть деньги – это отношения между людьми. Но вот в товарном производстве они приобретают характер отношений вещей. И это называется товарным фетишизмом. Все, спасибо. Дорогие-то, 9 часов. Значит, у нас семинарское занятие. В следующую среду. Вопросы будут вывешены завтра. Список вопросов надо будет дать ответ на 3 по выбору. Все, спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!